Здравствуйте, с вами новый выпуск активистских новостей команды Активатики. В преддверии чемпионата мира по футболу граждане России просто завалили Путина всевозможными видеообращениями. Но наиболее одиозные из них вы, конечно, уже видели, это обращения из Екатеринбурга, из Сочи, дольщиков, несчастных обманыватых дольщиков, которые вынуждены аж встать на колени и вот в такой униженной позиции просить нашего царя-батюшку о том, чтобы он обратил внимание на их проблемы. И вообще, конечно, сейчас развернулась полемика, насколько это все отвратительно, как это некрасиво, и какие наивные, и какие глупые люди. Которые вроде как не видят связи между тем, что у нас не работают в России государственные институты, с одной стороны, а с другой стороны, Путин уже 20 лет у власти. Ну, так в общем, я хочу сказать, что мне этих людей искренне жаль. Я понимаю, что это такое, каково это вот испытывать вот эти страдания и вот это унижение, понимать, что ты записываешь сейчас видеообращение, которое останется вообще в веках, да, в сети, и этого увидят твои дети, увидят твои правнуки, насколько это все тяжело для людей. И я думаю, что это, конечно же, жест отчаяния. Ну, проще всего этих людей обвинить в том, что они такие наивные, но на самом деле их толкает на этот шаг настоящая безысходность. И их вот в чем нельзя обвинить, так это в пассивности. Ну, вот, например, жители из деревень Райова и Возжихина Калужской области обратились к Владимиру Путину с требованием не строить рядом с их деревней Райова мусоросжигательный завод. Они объяснили свою позицию. Дело в том, что они не верят в том, что там вообще будет мусоросжигательный завод. Они объясняют, что, вы понимаете, у нас нет инфраструктуры, у нас нет газа, света, воды, дорог. О каком мусоросжигательном заводе при таком отсутствии инфраструктуры можно говорить? Мы не верим, что будет завод, мы понимаем, что будет. Будет очередная вонючая свалка, такая же, которая уже сейчас на 121-м километре по Минскому шоссе недалеко от нас есть. Только нам такого не надо. Жители объясняют, что уже сейчас под эту свалку вырубили лес. И жители обращались везде. Они обращались к местным властям, они обращались в следственный комитет, в прокуратуру, в суды. Но, по их собственным словам, везде были посланы. Что предлагают жители? Они предлагают нормальное цивилизованное решение этого мусорного вопроса. Построить мусороперерабатывающий завод, а не мусоросжигательный. И, конечно же, они предлагают внедрение нормальных экологически чистых технологий. С аналогичными требованиями выступают и жители Коломны. Они требуют закрыть полигон Воловича. Почему? Потому что этот полигон уже давно переполнен мусором. А туда продолжают сгружать эти отходы, невзирая на то, что уже сейчас там, по сути, 12-метровая гора мусора, которые уже даже не присыпают грунтом, как это полагается по технологии. И этот мусор с разной степенью опасности просто гниет. И под открытым небом то, что вообще недопустимо. И жители вынуждены вдыхать эти вонючие миазмы, что, естественно, отрицательно влияет на их здоровье и здоровье их детей. И они требуют у Путина закрыть уже этот полигон Воловича и просто внедрить технологии, которые предлагают наши же отечественные российские ученые. Оказывается, есть технологии по нормальной рекультивации свалок. И предлагается просто обратиться к российскому опыту, попробовать его применить на практике. И, конечно же, жители Коломны тоже требуют строительства мусороперерабатывающих, а не мусоросжигательных заводов. Они готовы сортировать мусор, потому что для них это вопрос просто выживания. Жители Раёва, Вожихина, Коломны, они просто пытаются воспользоваться вот тем узким окном возможностей, который открывается перед чемпионатом мира по футболу, когда власти чуть-чуть, немножко, вроде как начинают слушать людей. Ну и обвинять их в том, что они пользуются в своей борьбе всеми возможностными методами, я, честно говоря, просто не могу. Потому что вот если мы говорим, например, про защитников Коломны от полигона Воловича, я напомню, что эти люди в своей борьбе использовали все методы. Они делали пикеты, они проводили митинги, они провели автопробег, и они в конце концов встали своими телами, живой цепью, и не пускали мусоровозы на эти несчастные Воловичи. В результате их задержал ОМОН. Обращение к Путину носит вирусный характер. И к нему сейчас обращаются не только активисты, но уже и власти. Вот, например, председатель общественной палаты русского района вместе со своими коллегами, чиновниками, сделал обращение к Путину с просьбой что-то сделать с вот этими вот активистами антибусорного протеста. Ну, председателя можно поздравить с креативностью, с одной стороны, с другой стороны, поздравить его с тем, что он господин Саврамша, потому что в своем обращении он говорит, что якобы люди протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. Но на самом деле это не так. На самом деле народ возмущен тем, что местным жителям власти предлагают антикризисное в кавычках решение в виде создания в двух временных площадок для мусора быстро возводимых свалок. По сути, помоек с облегченной технологией и документацией. Ну, естественно, людей не устраивает такое решение мусорного вопроса, и в начале мая сотни человек блокировали проезд мусоровозов. Ну, в преддверии чемпионата мира по футболу происходит не только вот это вот лавинообразное обращение к Путину, но и международная акция поддержки украинского режиссера Олега Сенцова. Дело в том, что четыре года назад Олег Сенцов был осужден по совершенно абсурдному и сфабрикованному делу. Вот представьте себе, за что его осудили. За недоказанное намерение взорвать памятник Ленину в Крыму. Ну, понятно, что по такому делу давать 20 лет – это просто верх Оруэлловского маразма просто. И на сегодняшний день Олег Сенцов провел в тюрьме уже четыре года, провел в колонии в очень жестких условиях, и он объявил голодовку. Вот в момент, когда мы записываем нашу передачу, уже 24 дня голодает Олег. Он голодает не за себя. Он требует отпустить 64 украинских политических заключенных, которые так же, как и он, сели по надуманному сфальсифицированному делу, потому что кое-кому в государственных вот этих вот структурах, да, ФСБшных, КГБшных, да, захотелось получить себе погоны, и они придумывают всякие дела по терроризму, которого не существует, и сажают в тюрьмы невинных людей. Реакция мира на это орловское дело была совершенно фантастическая. Более чем в семидесяти городах мира прошли акции в поддержку Олега Сенцова. Такие страны, как Украина, сама Россия, естественно, США, Эстония, остальные балтийские страны, Германия, Франция, даже Австралия, все присоединились к акции международной поддержки Сейв Сенцов, присоединились к вот этой акции «Немедленно остановите это безобразие, освободите Сенцова». Еще одно требование, которое выдвигали протестующие, это было то, что не принимайте участие в чемпионате мира по футболу до тех пор, пока невинный человек, режиссер, сидит за решеткой. Ну, не так давно, он буквально на днях, а Сенцова в тюрьме посетил Аскольд Куров. Это режиссер, который снял документальный фильм про Олега. Он называется «Процесс. Кто не видел, обязательно советую его посмотреть». Фильм очень честный, очень сильный. После этого Аскольд давал интервью, в том числе он рассказал про реакцию Олега Сенцова, когда тот узнал про эту международную кампанию. Меня эта реакция, честно говоря, по-человечески очень тронула. Представьте себе, что человек голодает уже 23 дня, он совершенно истощен, у него уже потухший взгляд. И тут Аскольд ему говорит, что «Ты представляешь, Олег, в 70 городах мира люди вышли в твою поддержку, они требуют освободить политических заключенных». И после этого Аскольд говорит, что прямо зажегся взгляд у Олега. Это невероятно его воодушевило. Он не ожидал такой реакции мира. И он был страшно благодарен. И это, конечно, его будет очень поддерживать. Я призываю руки не складывать, не говорить, что все это бесполезно. И продолжать давить на путинскую власть и требовать не приезжать на его этот чемпионат мира по футболу до тех пор, пока Олег не будет освобожден. И я уверена, что всем миром нам удастся освободить Олега Сенцова и других политических заключенных. Российские проблемы благодаря усилиям путинского режима теперь волнуют не только людей внутри России, но и по всему миру. И к требованиям к российским властям соблюдать собственную конституцию присоединяются теперь люди не только внутри России, но и по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok